В Артеку, дети, главные роли в сюжете Артеку Всем привет! Меня зовут Саша и в этом видео хотела бы показать вам, что я привезла с собой из Артека. Если вы смотрели мои прошлые видео, то вы знаете, что я попала в детские лагерьки Парисный в Юнг Отряд. Но если вы не видели эти видео, то обязательно переходите на мой канал и по подсказочке вот тут я оставлю три части, которые я выкладывала и посмотрите, они вам очень понравятся. Кстати, с того момента, как я приехала с Артека, прошло 6 месяцев. Я не знаю, почему раньше я не снимала видео. Я на самом деле очень долго после того, как приехала, плакала и потом как-то руки не доходили. Сейчас появилось много свободного времени, я могу вам все подробно показать и рассказать. Ну а мы не будем долго тянуть и начнем. У меня, значит, хранится все вот в такой вот огромной коробке. Она заполнена полностью. Это на самом деле круто. Я очень рада, что так много воспоминаний можно было привезти. Но сюда как бы поместилось не все. Есть вещи большие, которые туда не поместились. Я думаю, вы примерно догадываетесь, что это за вещи. Ну а начнем мы с той вещи, которую должен привезти каждый Артековец в холодное время года. Это вот такая вот шапка. Она синяя в таких вот синий-белых тонах, потому что, как я уже говорила, я попала в Юнгий Отряд, поэтому нам такие профильные шапочки раздавали. Они очень классные. Конечно, они немножко смешно на нас на всех смотрелись, но это круто. Мы все ходили такие одинаковые. Было вообще классно. Вот. Она мне нравится. Конечно, мне не хожу, но она у меня как память просто хранится вот в этой коробочке лежит. Ну а следующую вещь я покажу большую, которая как раз-таки не поместилась в коробку. Это вот такой вот рюкзак детского лагеря Кипарисова. Он немножечко помятый, но ничего страшного. Это так на видео кажется на самом деле. В жизни он выглядит хорошо. Я вам вот тут вот сейчас мне будет вставлю видео, на которое вы сможете его получше разглядеть, так как здесь вот зеркалит и плохо видно. Здесь как бы нашивка Кипарисный, Артек и еще Артек. Здесь два замочка, ой, вернее, два кармашка на замочках. Один поменьше, другой побольше. И вот такие вот по бокам кармашки. В них можно водичку там складывать, какие-то мелкие вещи. Вот. Он очень классный. Я уже с ним достаточно долго хожу. И почти везде хожу, на самом деле. Вот он удобный, он мне нравится. И, в принципе, крепкий, ничего не рвется, так что я с ним хожу. Дальше я хочу показать вам свои дипломы. Я их привезла очень много из Артека, но вот у меня здесь фаники пока что только три. Потому что остальные у меня сейчас у мамы на работе, она делает их ксерокопию. Но я вам сейчас покажу, какие есть, о каких нету расскажу. Вот такой у меня есть диплом. Четвертый отряд за второе место в музыкальном конкурсе на струнах души. В рамках программы 13 смены 2021 года «Россия начинается с меня». Это мы пели песню. Так как наша смена называлась «Россия начинается с меня», нам нужно было спеть такую песню, которая как бы была про Россию, ну и каждому отряду. И вот так вот между отрядами мы соревновались. И вот мы заняли второе место. То есть они очень круто. Следующий диплом – это четвертый отряд за первое место в творческой развлекательной программе «Рука в руке». Сейчас кратко объясню, что это за конкурс. От каждого отряда брался один вожатый, ну или вожатая, в моем случае это была вожатая, и ребенок один. И как бы вожатый с ребенком должны были придумать какой-то такой, знаете, как постановочный концертный номер. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то там какие-нибудь трюки делал. Вот мы с вожатой пели. Мы очень классную задумку придумали. И вот заняли первое место. Третий диплом, который у меня здесь есть, я вам сейчас покажу. Это четвертый отряд победитель номинации «Юные покорители Морей». Я, если честно, не помню, за что у нас этот диплом, но в конце смены у нас была «Юнг-битва», как бы. Вот, я думаю, что это за это. Но, кстати, мы заняли второе место, это очень круто. Я была такелажницей на трубах, вот. Это на самом деле очень интересно. Так что, если вы поедете в Артек, и у вас будет выбор между «Юнг-отрядом» и каким-то еще, обязательно идите в «Юнг», это очень интересно. И еще, диплом уже на отряд выдавался один, и у нас таких дипломов очень много было, то есть мы же там в разных конкурсах участвовали. И мы всем отрядом потом сидели и решали, кому какой диплом достанется, то есть, ну, как бы, кто больше связан с этим дипломом, кто больше для этого диплома постарался. Вот, и мне было очень приятно, когда ребята выбирали меня. Вообще, это так было круто. Вот. Ну, ладно, не будем тянуть долго. Также у меня был диплом победителя, в котором я пела, то есть это мой конкретно отдельно. И еще один диплом за текелаж, третье место, то есть те, кто у нас были текелажники, и на руках, и на трубах им дали, как бы, тоже дипломы. И вместе с этими дипломами вот такую вот обалденную медаль. Она не шоколадная, не пластиковая, она вот такая вот твердая. Это очень круто. Вот, посмотрите, какая она красивая. Здесь написано «Артек за достижение в спорте». Ну, а продолжить я бы хотела вот таким вот концом, которым мы в основном вязали все узлы, и он сопровождал нас на протяжении всей смены. В начале смены он у меня был один, а потом добавились еще два, потому что начали уже выбирать, кто будет участвовать в юрк-битве, и так как я была текелажницей на трубах, нужно было три узла завязать. Так что я тренировалась на время вязать сразу три узла. Вот, но я себя оставила вот такой вот. Далее это вообще вещь, смотря на которую я начинаю грустить. Посмотрите, это вот такая вот ниточка большая, на которую навязано много маленьких ниточек. Сейчас расскажу, что это такое. В конце смены, когда у нас была как бы встреча перед расставанием, нам раздали вот такие вот как бы ниточки большие, и много-много маленьких. И мы могли к любому как бы ребенку из кипариста, то есть который был рядом, из отряда, завязать вот на эту большую ниточку свою маленькую. И так каждый друг другу завязывал. Вот посмотрите, вот эти вот, вот такого цвета, это как бы ниточки ребят из моего отряда. Такого более яркого, розового, это ребят из медиа отряда. Такого, такого молочного, это ребят из многопрофильного отряда. А вот такого синего, это ребят из мороотряда. К сожалению, ниточек от туротряда у меня нет, но я не расстраиваюсь. Посмотрите, как много этих ниточек. Это такая памятная вещичка. Мы когда друг другу завязывали, эти ниточки так сильно плакали. Поэтому вот эта ниточка дарит мне очень много теплых воспоминаний. Конечно, смотря на нее, я немножко грущу, но без этого никак. Следующая не менее памятная вещичка, это вот такой вот блокнотик. Я купила его до того, как поехать в Артек, чтобы ребята в конце смены могли в нем расписаться, оставить мне какие-то пожелания и так далее. Посмотрите, как их много. Это тоже очень круто. Тут всякие разные пожелания, всякие разные надписи, росписи. Даже есть вот такое вот большое письмо. Вот я, когда приехала, потеряла его в своем чемодане. Очень сильно потом из-за этого плакала, а потом нашла. Вот, и потом я была на седьмом небе отчасти, что он наконец-то нашелся. Поэтому сейчас я его вообще хороню, вообще как единица ока. Следующая это книжка детской морской флотины Юнги. Здесь написано все, что может понадобиться Юнгам. Первое это гордое звание Юнга. Здесь все описывается и много разных интересных информаций. Влажная семафорная азбука, которую мы также учили на протяжении всей смены. Почти все морские узлы. Здесь вроде как двух нет, если я не ошибаюсь. Далее устройство шлюпки. Вооружение шлюпки. Вот здесь есть картинки. Команда слова при управлении шлюпкой на веслах. И правила поведения в шлюпке. И представьте себе, мы это все учили. На самом деле это очень интересно. Продолжим наш обзор. Мы вот такими вот артековскими тетрадочками. Так как 13-я смена это ноябрь, мы естественно учились в школе. И нам там раздавали вот такие вот артековские тетрадочки. Одну из таких тетрадочек я уже там использовала. Тетрадь по математике. То есть мы там обучились геометрии, алгебритам и так далее. Вот она в клеточку, в такую большую клеточку. Я ей не пользуюсь в школе, я ей не пишу, храню так на память. Не хочу, чтобы она была исписана. Просто хочу, чтобы была пустая. И вот такая вот тетрадочка. Она уже в мелкую клеточку. Но ее нам раздавали не в школе, а потом просто вожатой дали на память. Вот. Вот такие они. Кстати, сзади написано в ВИН Российской Федерации. Это круто. Теперь я хотела бы показать вам все сувенирчики, которые я привезла. Начнем мы со значков артековских. Один из которых морская флотили, а другой кипарисный. Также я привезла значки, на которых просто написано артек. Но привозила я их в подарок, поэтому я их уже все раздарила. Остались у меня вот эти вот два. Я их ношу на рюкзаке, на шопере. Много где таскаю. Вот. Я их очень люблю. Следующий это вот такой вот большой магнит артек. Я его не на холодильник, никуда не клеен. Просто у меня лежит как память. Вот такой вот он плоский. Еще у меня есть такой, только выпуклый, но он у меня на холодильнике как раз таки сейчас. Следующий это магнитик морской флотили. У меня было таких же много просто с надписью артек. Их я тоже покупала в подарок и раздарила. Вот. Он такой маленький, классный и объемный. Также у меня есть магнитики, которые привезли ребята из других городов. Один Калининград вот такой вот, а другой Челябинск. Вот. Вот такой вот маленький магнитик. Ребят, я нашла магнитики, которые у меня остались, которые я не раздарила в подарок. Посмотрите, как их много. Я что-то переборщила и купила многовато. У меня целых четыре осталось. Они тоже какие-то выпуклые. Вот. Я их тоже храню на всякий случай. Может быть, еще кому-то подарю в следующий раз. Может быть, просто себе на память оставлю. Теперь мы с вами, наверное, перейдем к таким мелким вещичкам, которые у меня лежат вот в таких вот артековских мини-пакетиках. Посмотрите, вот этот вот уже весь порванный. Вот этот вот более-менее как бы сохранился. Но я все равно не храню. Я не хочу их выкидывать. Они очень классные. У меня осталась вот такая вот карточка. Для чего она нужна? Каждый день мы приходили в маленький боско, который находится на территории нашего лагеря. То есть на территории каждого лагеря находится свой боско. Вот у нас на территории Кипарисного был свой боско. Мы подходили и нам сзади наклеивали вот такие вот наклеечки, с которыми мы потом могли прийти в большой боско и обменять их на какой-нибудь подарок. Получилось, что у нас очень большая очередь выстроилась. То есть туда приехали все разные лагеря сразу в один день. И мы не успели просто туда зайти, потому что за нами приехал автобус и нам нужно было уже ехать обратно. Поэтому у нас вот такие вот просто карточки остались. Но, насколько я знаю, там были такие подарочки, как магнитики, просто какие-то картонные штучки. Ну, поэтому я рада, в принципе, что у меня карточка осталась тоже на память. Далее это вот такая вот дверечка с моей фамилией. Так как у нас во всем Кипарисном были у всех куртки одинаковые, и когда мы шли в столовую, мы вешали их на вешалку, можно было перепутать. Поэтому нам, вожатые, сделали вот такие вот мини-карточки, которые мы прикрепили на куртке, чтобы не путать их. Следующее это вот такое вот мини-письмо от вожатых. Часто, когда мы приходили на Абсолют, перед этим вожатые под подушки нам клали вот такие вот бумажки с разными пожеланиями. Вот. Как раз-таки одно из них. Следующее это вот такой вот железный значок Артек тоже. Это как раз-таки, когда я участвовала, пела песню, мне вот дали его. Вот здесь написано Артек уже за достижение в искусстве. То есть, если на медали было написано за достижение в спорте, то здесь за достижение в искусстве. Так получилось, что на нашу смену попали ребята из Большой перемены, и они делали там какую-то выставку, и мы участвовали в разных конкурсах. И тем, кто ничего не выиграл в конкурсах, потому что там было очень сложно выиграть, у нас время было ограничено, и мы на один конкурс потратили много времени, и не успели почти все. Нам за это подарили вот такую вот игру с браслетиком. Игра называется «Вопрос». Вытяните вопрос и отдайте карточку одному из соперников, чтобы он прочитал задание. Здесь вот такие вот просто вопросы с ответами. То есть, вот такая вот интерактивная игра. На этой выставке Большой перемены мы участвовали в конкурсе от Юнармии. Вот он, маршрутный лист. Мы выполняли задание, и за эти выполненные задания нам давали росписи. И мне не хватило всего одной росписи, чтобы получить приз. Вот у меня три стоят. Следующая, это, наверное, самая маленькая из тех вещичек, которые я привезла, это уголек. Эти угольки нам раздавали на встрече перед расставанием. Следующая, это вот такая вот резиночка. Мне ее подарила на память Влада, девочка из моего отряда. Я надеюсь, она смотрит это видео. Привет, Влада. В принципе, с памятными вещичками, все. Но если я еще что-то найду, я вам обязательно покажу. Я совсем забыла вам показать. Это вот такой вот попсокет. Он сейчас у меня на чехле, сейчас я вам его покажу. Вот попсокет. Я уже закрепила его на телефон. Вот такой вот синенький. В конце смены мы играли в Тайного Санту. Я думаю, все знают, что это за игра Тайна Санта. И так получилось, что моим Тайным Сантой была моя вожатая. Сейчас я вам покажу, что она мне подарила. Первое, это вот такой вот блокнотик Крым. Я его тоже не использовала, ничего в ней не писала. Он у меня просто хранится. Мыльные пузыри. Был огромный пакет сладостей, которые мы потом с ребятами съели в конце смены. Следующий, я бы хотела показать вам вот такую вот масочку. Мне ее подарила Поля. Надеюсь, ты тоже смотришь это видео. Привет. Как я вам уже говорила, у нас Тайный Санта проходил в конце смены. И там мы уже начали друг другу всякие пожелания на будущее говорить, прощаться потихонечку. Я там очень сильно расплакалась. И мне Ростик принес сок артековский. В такой бумажечке запакованный. Сказал, Саша, не плачь, мы тебя любим. Тайна вообще растрогалась и расплакалась. Она вообще очень классная. Я ее буду носить летом. Далее. В начале смены у нас несколько ребят из отряда писали письмо как бы Деду Морозу поздравлений. Потому что у него как раз таки на 13 смену выполнено рождение. Вот мы рисовали рисунки и писали какие-то пожелания. А потом вот в таком вот конвертике нам пожатые отдали, ну как бы письмо от Деда Мороза напечатанное. Вот. Тоже было очень приятно. Мы постарались в начале смены, а в конце смены нас вот отблагодарили. Перед тем, как разъезжаться, когда мы уже забирали чемоданы, нам раздали вот такие вот салфетки артековские, маски и еще перчатки. Но перчаток у нас здесь нет, я ими уже воспользовалась. Ну и последние вещички вот остались. Это такие ништячки, которые нам потом раздали вожатые в конце смены. То есть это какие-то ненужные штучки. Например, вот такой вот песенник. Здесь все песни детского лагинки Парисова. Посмотрите. Здесь очень много. Можно прочитать, спеть. Три вот таких вот конвертика тебе новый артековец. То есть мы могли вообще по сути отправить какие-то письма новым артековцам, но мы это не делали. Нам просто вожатые потом в конце тем, кто захотел, раздали вот такие вот конвертики. Со дня артека осталась вот такая вот открыточка. Здесь есть написано с днем рождения артека. И нам вожатые подарили экземпляры медалей, которые были раньше. То есть это келаж, семафор, вот все это дело. Посмотрите, какие они были. Они вообще были крутые. Но мне и новые тоже сейчас нравятся. Ну и у меня осталось несколько вот таких вот больших артековских пакетов. Ну и остается вот такой вот пакет для сменки. Россия страна возможностей. Форум 2021. Таврида арт. Я мне ничего не ношу. И в принципе, как и все вещи, привезенные за артек, он у меня просто лежит и хранится на памяти. Еще я вам забыла показать. Это фотография нашего отряда с вожатыми. Вадим, Лиза и Настя. Наши вожатые были. Вот. Я по ним всем очень скучаю. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Мне будет очень и очень приятно. Всем пока. Время разложить нашу жизнь по местам.